и сейчас я приглашаю сюда нашего следующего следующего спикера мы поприветствуем нашего друга не побоюсь этого слова тараса святуна приготовьтесь сейчас он будет вместе с нами разработчик платформе trading volum terminal трейдер с 13-летним опытом сегодня он расскажет про отбой пробой и ложный отбой и за эти годы за 13 лет трейдинга он стал экспертом по сознанию т.с. основанных на анализе потоков ликвидности разработчиком платформы как я уже сказал trading volum terminal и сооснователь компании 9 эксперт что ж и самое главное тарас стал еще нашим постоянным экспертом и поприветствуем тараса пишите свои аплодисменты в чате тарас приветствую я разворачиваюсь уже к вам как настроение добрый день я где-то в космосе услышал сейчас мы выведем звук еще раз так а вот давайте еще раз вы поприветствуйте нас тарас добрый день супер есть связь установлена как настроение как вам сегодняшний эфир вы следите отлично на самом деле готовился к выступлению и не успел посмотреть но я думаю что надеюсь что будет записи пересмотреть а вот тут уже карты лягут но поэтому сейчас обещайте как в последний раз без того что кто-то это увидит и делитесь той информации которую вы приготовили друзья 10 секундный перебивочный ролик и дальше это раз расскажет вам свою тему ири прошу пожалуйста итак друзья сегодня мы поговорим на очень интересную тему о том как использовать потоки ликвидности вместе с торговлей от уровней это очень важная тема потому что сейчас такой достаточно конкурентной среде на рынке порой недостаточно владеть только техническим анализом и мы сегодня поговорим о том как использовать останавливающие и чуть-чуть объемы для точек входа при отработке уровней также как использовать кумулятивную дельту по количеству тиков при работе с уровнями кроме того мы увидим контратаки которые позволяют нам при остановке цены уже зайти с лучшим соотношением риск прибыль и напоследок я вам расскажу про совмещение уровней технических и уровней коммерческих которые тоже формируются профессиональными участниками рынка это уровни сот отчетов итак давайте начнем с самого ликвидного инструмента это график евро доллара вот вы видите на графике я буду отмечать где идут касания уровней и где уже стоит начинать смотреть за тем чтобы принимать решение и так вот мы видим а уровень который на отметке 121 79 и это достаточно сильный уровень мы уровне рисуем слева направо соответственно первая коррекция после импульса затем идет подтверждение ложный пробой этого уровня достаточно сильной и большой тенью затем мы смотрим как этот уровень и снова отрабатывается касанием и и потом ложный сложный пробой то есть уровень достаточно сильный потому мы следим и ждем этот дневной график когда цена начнет опять возвращаться к этому уровню и вот она вот эта точка здесь цена уже подходит и мы должны увидеть реакцию и зайти на откате реакция как вы видите на этот уровень последовала но отката вовсе нет то есть часто такое происходит что когда мы ставим лимитный ордер рассчитывая на то что цена не добьет уровень немного возврат произойдет и мы зайдем в свою сделку но часто когда присутствует сильный покупатель или сильный продавец мы не можем этого сделать то есть наш ордер остается неисполненным потому мы ждем информацию со стороны потока ордеров и соответственно переходим на на более мелкий таймфрейм я к примеру торгую на 15-минутном графике но для вас это может быть и часовой и 5-минутный к которому вы уже привыкли и здесь 16.02 мы сейчас найдем подтверждения которые мы могли использовать в этой ситуации и так вот эта область то есть мы видим реакция достаточно мощная на уровень и если мы в этой области будем ставить лимитный ордер конечно же он не исполнится вообще по классике жанра когда мы дождались закрытия свечи то есть реакцию на уровень потом на следующий день мы ставим лимитный ордер который мы ждем чтобы исполнился очень часто все происходит в течение этого же дня либо же на следующий день но цена не возвращается к этому уровню и так есть такой инструмент который называется дельта по количеству тиков здесь у меня на графике это отмечается синими барами то есть это свечная дельта зеленые красные это по объему а дельта которая синяя это по количеству тиков и здесь очень хорошо видно что было удержание какое-то лимитными покупками то есть и в эти лимитные покупки то есть актив немного снизился здесь уже присутствует лимитный покупатель и мы видим как они уже удовлетворяются по рынку большим количеством ордеров на самом деле это большое количество продаж происходит в достаточно некомфортном месте и это обозначает о том что такой объем не может такое количество сделок не может быть сгенерировано большим количеством трейдеров есть большая разница когда много сделок они генерируются толпой и когда это алготрейдеры то есть когда крупные фонды по благоприятным ценам в нужный момент включают свои алгоритмические системы и соответственно они уже начинают набор лонговых или шортовых позиций и здесь это хорошо видно то есть цена немножечко откатывает к уровню который уже сформирован на 15-ти минутном графике это уровень с которого произошел перехай и цена его тестирует кроме того что для нас самое актуальное это то что образовывается контратака так называемая то есть мы это будем видеть с помощью тоже дельты по количеству тиков здесь есть тень свечи то есть получается что как бы здесь уже покупатели заходили коррекционная видно такая формация то есть произошла коррекция а потом на продолжение тенденции но это загасили профессиональные алготрейдеры и потому на дельте по количеству тиков образовалась вот такая тень тень свечи вот и цена осталась под уровнем затем тоже произошел откат немножечко попытка еще восстановления и мы уже снова заходим под уровень объема который уже сформирован максимальным профилем объема за текущий день то есть вот когда мы смотрим уже более мелкий таймфрейм для того чтобы войти в позицию нам необходимо какие-то дополнительные подтверждающие факторы со стороны крупных участников рынка когда мы их уже получаем на более мелком таймфрейме соответственно мы можем зайти в сделку поставить стоп за локальный уровень либо же за локальную за локальный дисбаланс который возникает и потом уже следите где появится следующий дисбаланс и частично начинать фиксировать свои сделки когда происходит какой-то всплеск объемов и частично уже фиксировать по целям я использую как для входа так и для выхода hft объемы это индикатор который в платформе нашей trading volume терминал он дает понимание в каком месте произошли крупные цепочки тиков то есть вот это такие у нас кружочки треугольнички на графиках мы более детально сейчас на примерах тоже поговорим что это обозначает но суть в том что они нам дают информацию о том что в этих местах за достаточно короткий промежуток времени прошли крупные объемы если здесь посмотреть на графики евро то первый всплеск произошел сто процентов сделок по бит то есть на продажу и вот есть расшифровка сколько контрактов за какой период времени то есть за 104 миллисекунды прошло 590 контрактов цепочка тиков следующая 411 115 36 29 то есть когда у нас происходит такое усилие на продажу и не продолжается тенденция то есть оно принимается крупным лимитным игроком в этот момент мы можем принимать решение об частичной ликвидации либо от точки входа если это сопоставляется с какими-то дополнительными уровнями можно было бы зайти в позицию но уровень ниже соответственно мы ждем чтобы совместить физику и математику рынка итак давайте еще посмотрим некоторые примеры это нефть дневной график первое 0 второе вот этот уровень сделаю его немного потолще и и так здесь мы видим что произошло касание первая коррекция после импульса потом подтверждение затем вот я сейчас буду карандашом выделять ложный пробой и тоже реакция на уровень потом еще раз цена возвращается и опять реагирует на уровень если мы видим что три раза цена реагирует на уровень значит там сосредоточен лимитный покупатель затем мы переходим на 15-минутный график и будем эту ситуацию уже рассматривать более локально сейчас перенесем этот уровень на 15-минутный график и вот в этой свече 31.01 соответственно мы уже смотрим что происходит на локальном таймфрейме мы получаем первую контратаку по дельте по количеству тиков что это значит вообще это произошло ночью но на свече которая импульсная которая пробивает уровень мы видим какие-то алгоритмические покупки то есть на рынке в принципе ничего просто так не происходит на таких свечах и дельта по объему и дельта по количеству тиков должна смотреть вниз если мы смотрим что дельта по объему вниз а дельта по количеству наверх значит присутствует профессиональный спрос нужно различать профессиональный и непрофессиональный как мы знаем для того чтобы зайти в сделку зачастую если это не какая-то ловля ножей мы ждем остановку и появление зеленой свечи то есть в нашу сторону здесь же получается что большое количество покупок произошло прямо на открытие на падающей свече это не просто так естественно происходит это профессиональный спрос но нам конечно же нужно подтверждение во-первых ночью мы бы никак не зашли для нас это предварительная информация потом мы уже в течение дня смотрим что дальше происходит с ценой цена начинает формировать новый уровень уже на более коротком таймфрейме здесь произошел реакция произошла здесь подтверждение потом недобой небольшой тоже подтверждение свеча с длинным хвостом то есть три точки для нас уже есть и вот четвертая точка это недобой и потом ложный пробой данного уровня итак смотрим что же происходит здесь с количественной дельтой то есть больше всего нас интересует ситуация когда количественная дельта количество сделок у нас смотрит на покупку в лонг в то время как объем сделок на продажу то есть есть определенное разногласие и мы здесь смотрим реакцию то есть когда мы видим это разногласие это не значит что в этой же свече мы должны купить конечно же нет то есть нам нужно посмотреть положительную реакцию и потом уже когда происходит ретест и для более консервативного входа можно еще подождать еще одну импульсную свечу в свою сторону можно разделить на две позиции агрессивную заходите уже на первом откате а консервативную когда уже цена начинает двигаться в нашу сторону но суть в том что вот этот лимитный уровень он поддерживается профессиональными алгоритмическими покупками и это дает нам возможность уже отработать то есть наша цель отработать уровень на дневке на более главном таймфрейме здесь мы уже ищем дополнительные уровни для подтверждения но для меня это является действительно важным уровнем только если есть здесь подтверждение объемов есть контратака либо появление объема в данной ситуации мы видим контратаку так давайте посмотрим еще график золото наиболее ликвидные активы на которых мы обычно торгуем вот мощнейший был уровень первый раз первый раз формирование после импульса малая коррекция происходит затем касания паранормальным баром затем уже большая коррекция происходит после этого мы видим еще одно подтверждение то есть вот такие мощнейшие уровни конечно они просто так они не проходят за за один раз потом когда идет возврат к этим уровнем уже на 15-ти минутке можно искать точки входа где можно и стоп поставить и за счет того что на более крупном таймфрейме участники ждут более сильных движений мы можем на 15-ти минутном взять небольшое движение так вот вот это свеча паранормальная тоже подходит к данному уровню и происходит реакция на него вот в этой точке сильнейший уровень с пятью подтверждениями цена возвращается идет реакция мы переходим на 15-ти минутный график и смотрим что там происходит так это 8.01 у нас давайте сейчас и на 15-ти минутный таймфрейм переведем данный уровень так здесь вот этот день вот этот день очень много объемов прошло но что самое интересное это опять же таки количественная дельта это вот эти предварительные еще покупки предварительные покупки в этом месте на вот этой свече вот здесь вот тут тоже происходит то есть явно видно что идет профессиональный спрос есть таких ситуациях но вот представьте вот эту свечу вы бы покупали здесь конечно говорить о том что кто-то из толпы покупает это нерационально потому что таких ситуациях нужно подождать все ждут остановки какой-то и свечи в свою сторону но покупки вот эти агрессивные они происходят прямо на на свечах красных прямо на падающих свечах и причем достаточно в большом количестве ордеров то есть вот тут 400 идет перевес здесь 318 230 то есть это преобладание есть еще же количество на продажу есть количество на покупку то есть это разница между сделками которые прошли на покупку и на продажу вот и разница в пользу покупок затем на следующий день идет пробой этого уровня цена уже делает возврат ретест затем идет уже действительно видно что есть реакция на уровень и вот когда еще раз подходит цена это уже можно зайти наиболее консервативный вариант есть понимание где поставить стоп лосс есть понимание что действительно профессиональный спрос присутствует в данном активе вот если посмотреть на количественную дельту то она продолжает накапливаться она продолжает эти предварительные покупки вот здесь в этой свече и так далее то есть эти покупки они продолжаются именно на падающих свечах и вот когда цена уже подходит уровню то соответственно большая вероятность того что не только это произойдет технический отход что это действительно есть профессиональный спрос затем касательно выхода из позиций также можно и ищетки объемы использовать для частичной фиксации позиций потому что когда в таких местах происходит большое количество крупных сделок и они об кого-то происходит зачастую об маркетмейкера и цена останавливается то высока вероятность что произойдет коррекция потому мы должны это учитывать и диверсифицировать риски и выходить частично из позиций вот после вот этого падения тоже произошла коррекция тут есть тоже уровень на дневке повыше чуть если можно провести также уровень если тут мы по теням то здесь можно по телу свечи сейчас вот и цена подходит к этому уровню тоже образовывается контратака по количественной дельте вот это контратака и цена реагирует цена останавливается и мы ждем подтверждения вот еще одна контратака происходит вот цена отбивается от уровня делает ретест и опять начинается восхождение тут уже не такой большой потенциал но соответственно выход из позиции то есть более 70 даже тут практически вся волна коррекции которая произошла мы ее выкупили вот далее тоже на золоте интересная ситуация была и тоже связана с этим же уровнем вот смотрите вот есть кумулятивная дельта она показывает общее накопление тут просто было неимоверное накопление в контртренд такое очень редко бывает и такое же сильное накопление крупных ордеров на продажу то есть объемы прошли на продажу но количество тиков количество сделок преобладало на покупку на этом движении то есть мы это тоже фиксируем как предварительные покупки вот которые прямо отсюда начались смотрим те свечи в которых происходят покупки здесь здесь еще и HFT объем далее вот и это кстати была пятница потому конечно перед выходными мы не заходим в позицию но вот в понедельник смотрите что происходит происходит сильнейший пролив образование HFT объема то есть 100% перевес продавцов который сразу же выкупается цена опять заходит над уровнем и причем в этой свече вот как вы помните я уже показывал здесь тоже произошла контратака то есть ночью получается пролив явный сбор стоплоссов сбор ликвидности потом цена начинает возвращаться если на этом проливе мы видим что присутствуют алгоритмические профессиональные покупки которые причем видно что они останавливают цену и цена больше не идет вниз соответственно мы уже смотрим это для нас уже лонг приоритет то есть этот актив нам попадает мы должны следить и смотреть искать где бы в него зайти в покупку здесь вот тоже тень свечи она показывает нам что действительно произошла контратака если бы у нас например не было теней если бы мы просто дельты смотрели здесь смотрите ничего нет то есть нету никакой информации то есть если мы не видим информацию это не значит что на рынке нету информации это просто то что мы не видим у нас нету достаточных инструментов технологических для того чтобы ее увидеть но мы если мы посмотрим тени дельты то мы увидим что тут был пролив было срабатывание большого количества стоп лоссов причем крупных стоп лоссов которые явно стояли ниже этого уровня здесь 151 50 контрактов достаточно крупные объемы прошли и потом это все сразу же когда все сработало было выкуплено это просто так не происходит понимаете то есть затем цена возвращается над уровнем тестирует его тестирует его еще раз мы смотрим что здесь еще одна дельта появилась но опять же таки если мы потом смотрим что есть такая же дельта на продажу вот здесь тут дельта на покупку а здесь дельту на продажу это в принципе скомпенсировано то есть если бы была только дельта на продажу это можно уже подумать что профессиональные продавцы начинают продавать вот здесь дельты скомпенсированы потому спокойно от этих уровней можно уже работать и заходить на покупку тут идет ретесты здесь идут ретесты и так далее есть уже подтверждение профессионального спроса и потому для нас это важно понимать что это не просто уровень где уже никого нет просто очень часто да там цена тут был уровень цена возвращается к нему через не знаю две недели там тут когда она вернулась так этому уровню давайте посмотрим 14 12 а здесь возврат произошел ну почти месяц да через месяц в этом уровне никого может не быть то есть цена как бы псевдоостановку какую-то сделает ретесты мы купим но нету профессионального спроса действительно со стороны крупных покупателей продавцов это можно увидеть только через анализ потоком ликвидности и анализ объем анализ потока ордеров и соответственно когда мы видим что есть предварительный спрос есть потом он продолжается тогда мы уже начинаем реагировать и этот уровень отрабатывать и так давайте посмотрим хочу вам еще показать очень интересную вещь это когда контратаки на ложных пробоях возникают так канадец 21.01 так мы видим уровень излома тенденции который был подтвержден ретестом затем цена подходит к этому уровню и мы смотрим что она укрепилась то есть цена получается его пробила гневка закрывается выше таких случаях мы уже рассматриваем покупки то есть получается да что нужно ретест от уровня и идет покупка давайте посмотрим на 15 минутном таймфрейме как это все выглядело так 20.01 вот эта ситуация да если мы не видим правую часть графика вот цена пробила первый откат произошел потом закрылась дневная свеча выше уровня потом у нас происходит формирование уровня на 15 минутки да тут уже то есть как бы цена закрепляется над уровнем и потом идет импульс то есть вот эта свеча импульсная вот эта свеча она мало того что здесь покупатели заходят на продолжение так здесь еще и продавцы которые от уровня работали поставили естественно стоп-лоссы и конечно же это все исполняется да но цена при этом не продвигается то есть что мы видим если включим анализ потоков ликвидности то есть так в принципе нам нет недостаточно еще информации то есть для того чтобы зайти в такую сделку да мы должны подождать реакцию чтобы цена закрепилась ниже вот по классике мы в принципе должны подождать вообще закрытие дневной свечи затем поставить лимитный ордер вот в этой точке и ждать что он исполнится но очень часто когда присутствует сильный продавец цена не доходит до этого ордера итак мы включаем анализ потоков ликвидности вот здесь вы видите прошли огромные HFT объемы то есть это высокочастотные сделки за 0 миллисекунд то есть в одну миллисекунду 84 65 64 это все разные сделки сагрегированные большое количество этих сделок и все все прошли на покупку вот здесь тоже HFT объем за одну секунду 597 миллисекунд прошел объем 92 процента все на покупку вот и затем цена с такими объемами она должна вылететь она должна пройти дальше ничего подобного не происходит происходит остановка и затем реакция то есть это останавливающий HFT объем классифицируется но что самое интересное тоже чем больше подтверждений тем лучше смотрите вот если брать дельту по количеству тиков то здесь очень хорошо видно что это контратака то есть были какие-то покупки потом раз их загасили причем что не только этот весь объем на покупку был принят маркетмейкером на себя да как он принимает сейчас вообще маркетмейкер он в стакане не стоит он в момент ликвидности он подставляет свои афера и получается эти маркет бай ордера они исполняются об его предложении вот кроме того в этой свече понятное дело что никто из толпы не продавал в этой свече это сто процентов здесь появляется огромная отрицательная количественная дельта очень существенная очень крупная и потому этот еще один дополнительный признак того что включились алготрейдеры из различных инвестиционных фондов которые просто загасили это движение потом цена идет под вот этот уровень делает ретест и можно уже вот когда пробивается на ретесте здесь уже ставить лимитный ордер и заходить касательно стоп-лосса то я рекомендую все же ставить его в такой ситуации когда близко находятся HFT объемы за HFT объемы потому что это для нас уже какая-то стена из предложения то есть лучше не технически ставить стоп-лосс а все-таки за объемами вот таким образом он будет находиться в большей безопасности вот и потом касательно постановки цели мы когда входим в сделку мы должны видеть цель не только точку входа а также видеть куда мы должны прийти это вот этот недельный уровень объема то есть это максимальный объем который был проторгован за неделю он является первой целью для того чтобы цена достигла его вот но в принципе также можно использовать коммерческие уровни мы сейчас о них поговорим то есть эти коммерческие уровни они вообще служат очень хорошим ориентиром для постановки целей потому что они в принципе и притягивают цену потому что на них происходит борьба между фондами и между хеджерами вот потому совмещение вот коммерческий уровень это вот этот синий уровень у меня вот этот синий уровень обычные уровни у меня желтым цветом то есть это у меня уровни они называются уровни Александра Герчика я их даже подписываю GL1 GL3 в зависимости от той классификации которые установил Александр Михайлович кстати вот у меня есть его книга рекомендую здесь вот это та книга которая достаточно абсолютно для того чтобы понимать уровни которые на рынке работают то есть и для того чтобы понимать действия участников вы должны соответственно знать даже если вы например торгуете только анализ потоков ликвидности это вас не снимает обязанность знать технические моменты то есть знать уровни знать основные волны ВСА анализ то есть чем больше вы знаете соответственно тем более совершенно ваша нейросеть с помощью которой вы будете принимать решения вот то есть если вы четко знаете классификацию уровней вы уже четко можете их совмещать с анализом потоков ликвидности если вы не знаете соответственно то лучше торговать то что вы точно знаете точно уверены и точно знаете что оно имеет логическое объяснение потому что если нет логического объяснения то такое нельзя торговать если вы сами себе не можете объяснить вот здесь есть абсолютно логическое объяснение то есть эти коммерческие уровни их построения честно скажу я их сам придумал и основаны они на соотчетах но метод построения я непосредственно придумал самостоятельно то есть как это все происходит вот видите есть здесь данные коммерческих трейдеров и некоммерческих то есть фонды это некоммерческие трейдеры коммерческие трейдеры это хеджеры и произошло изменение позиции на 159 процентов то есть вот здесь например у них было минус 15700 контрактов а здесь уже плюс 9270 вы понимаете на 24 тысячи контрактов изменилась позиция эта позиция на столько контрактов не изменялась я не знаю сколько тут год или пару лет то есть такого сильного изменения позиции не происходило то есть чтобы вы понимали это единственная достоверная абсолютно достоверная информация о том что происходит на рынке это как говорил Larry Williams это законная инсайдерская информация то есть вы видите что действительно произошли покупки фонды затарились по полной и конечно же вот эта медиана средняя цена по которой они затарились она будет выступать поддержкой потому что они будут добирать позицию на этом уровне и конечно же мы можем его использовать для торговли кроме того вот этот уровень совпадает практически совпадает с уровнем который первая коррекция вот произошла после импульса затем вот подтверждение очень сильное было к этому уровню тенью свечи затем два ложных пробоя даже даже три ложных пробоя еще этого уровня здесь в этой области состоялось и вот эта свеча с объемом на тени максимальный объем на тени свечи вот видите здесь уже действительно которая зафиксировалась над уровнем и является для нас основой для того чтобы мы уже принимали решение можно в этот день можно дождаться следующего дня то есть это зависимость лучше разбивать позицию зависимость от консервативности вашей торговли но в любом случае нужно перейти на 15-ти минутный таймфрейм 4.02 канадец сейчас посмотрим так вот этот день то есть когда уже 5-го числа будем искать точку входа соответственно то есть что нам нужно нам нужно подтверждение в моменте то есть локальное от которого можно уже зайти поставить стоп лосс вот это свеча с достаточно сильной контратакой вот тень свечи по дельте и потом еще подтверждение дополнительное то есть большое количество сделок опять же таки в самых некомфортных местах вот когда растет количество дельта в самых некомфортных местах это именно то что нам нужно это идеальный в принципе вариант для того чтобы задуматься и рассматривать эту ситуацию для того чтобы зайти в сделку затем подтверждение и черти объемом на тени свечи что значит на тени свечи то значит что свеча даже не закрылась на своем минимуме то есть сразу же произошло отторжение минимальных цен hft объем 2 секунды 525 миллисекунд цепочка тиков 56 54 25 все 100% на продажу соответственно если такой сильный отскок сразу происходит это означает что кто-то это принял кто-то подставил свои лимитные ордера можно это называть как угодно крупный игрок маркетмейкер кукловод инвестиционные банки и так далее все равно ни одно из этих определений мы на 100% не знаем то есть мы всегда на рынке что-то классифицируем но мы никогда не знаем конкретно на 100% но так как нам нужно об этом говорить чтобы сама суть была понятна суть понятна то что вовлечение идет крупного капитала и у них есть определенная заинтересованность того чтобы не пускать цену ниже чтобы она соответственно продвигалась дальше в восходящем направлении вот есть еще несколько примеров по времени как у нас нет нет времени у нас уже мы финалим да понял ну я надеюсь что в принципе концепция вам понятна то есть как совмещать уровни как смотреть искать именно для точек входа моменты дисбаланса моменты где есть вовлечение крупных игроков где включаются алгоритмы то есть сейчас обязательно вот эти вещи нужно сопоставлять для того чтобы больше преимущества на рынке получить то что ж мы готовы продолжать и сейчас я еще раз поблагодарю за опять-таки познавательное выступление за очень четкие ответы и буквально через маленький рекламный тизер мы возвращаемся и даем ответы на 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 вопросы наших зрителей так ну что ж мы сразу готовы включаться чтобы не откладывать долгий ящик первый вопрос прошу вывести на экран раз готовы ответить итак первый вопрос у нас звучит следующим образом как отличить ложный пробой от истинного ну во первых что значит ложный пробой это значит что цена побывала под уровнем и потом она вернулась зафиксировалась то есть это технически ложный пробой технически то есть цена закрылась над уровнем значит что технически ложный пробой состоялся есть сложно ложные пробои которые могут под уровни цена еще немного проторговалась но все равно она возвращается над уровнем то есть это ложный пробой Но есть ли потенциал для того, чтобы этот ложный пробой в итоге превратился в разворот, нам необходимо, соответственно, уже подтверждение с помощью анализа объемов. И когда мы видим, что есть еще заинтересованность, кроме нас, кто-то еще заинтересован в том, чтобы эта цена, в принципе, от этого уровня пошла. Если да, то тогда уже можно заходить в эту позицию. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Как эффективнее всего обнаружить зону дисбаланса? Зона дисбаланса, самый эффективный метод, это, конечно же, дивергенции, это расхождение между дельтой по объему и дельтой по количеству тигров. То есть это является зоной дисбаланса, от которой мы начинаем плясать и думать о том, где бы нам поставить стоп-лосс и от стопа зайти в нашу сделку. Также зона дисбаланса, это расхождение между хеджерами, то, что я показывал, и коммерческими трейдерами. То есть одни зашли, увеличили на тысячи, десятки тысяч контрактов в этом диапазоне в покупку, а другие в продажу. Это есть зона дисбаланса. Отсюда будет борьба, а цена не будет здесь задерживаться. Супер. Следующий вопрос. Следующий вопрос, и он выводится на экран. Как действовать, когда ждешь БПУ-2, а цена пробивает уровень и улетает? Согласно описанию в книге, я должен дождаться 30 секунд до закрытия БПУ-2 и открыть позу. Это правильно? Смотрите, все опять же таки зависит, вот этот тайминг, он зависит от того таймфрейма, которого вы торгуете. То есть, смотрите, есть подтверждение уровня, то есть вы видите реакцию на этот уровень. Соответственно, здесь вы уже смотрите, есть ли, я говорю просто как я торгую. Я, опять же таки, не торгую уровнем в их классическом понимании, пока я не дождусь подтверждения с помощью потока ордеров. То есть, я исхожу из того, что когда я вижу этого подтверждения, то есть это БПУ-2, оно подтверждается тем, что здесь сформировался HFT объем и контратака, соответственно, я захожу. То есть, какая мне разница 30 секунд, минута, 5 минут. Главное, чтобы был сам факт, сам факт того, что вот здесь в точке произошел дисбаланс и цена готова к тому, чтобы развернуть. Спасибо. Следующий вопрос. У нас максимальный блиц. Откуда берется информация для ваших индикаторов? Количество покупок, количество продаж? Информация. Мы анализируем фьючерсы с Чикагской товарной биржи, которая является самой ликвидной товарной биржей в мире. Там торгуются и валютные фьючерсы, и сырье, и индексы также. То есть, все ордера на самой ликвидной бирже, мы их обрабатываем, агрегируем и просто выводим, соответственно, эту информацию в платформе. И потом уже на основании этой достоверной, качественной информации с CME мы уже можем принимать решение у входа в сделку. Для себя уточню, мы это какое количество людей? Мы, имеется в виду мы, наша команда. Ну да. Ну, то есть, есть команда людей, которая работает над этим? Потому что есть люди, которые делают это самостоятельно. Вот я пытаюсь почувствовать разницу эту. То есть, есть команда, которая работает над этим постоянно? Да. Ну, наша команда, она включает также и клиентов, которые тоже работают вместе с нами, торгуя, видят, как улучшить, как можно доработать. И именно с практической точки зрения, как это можно применять. То есть, не просто все это, вы понимаете, это все цифры. Это цифры, но это реальные данные. Главное, вот, наша задача их таким образом совместить, чтобы можно было сразу, как можно большее количество информации проанализировать и принять решение. Быстро. Это очень важно. Супер. Идем дальше. Следующий вопрос. Где взять ваш индикатор? И тут Тарас тяжело вздохнул. То есть, я увидел, что не готов сейчас делиться. Смотрите, я как бы не присваиваю себе никакие индикаторы. Это достояние общественности. То есть, есть многие вещи, которые я придумал, которые мы с командой придумали, но я ни один из индикаторов себе не присваиваю. И я как бы не считаю себя человеком, который имеет право сейчас называть индикаторы своими именем. Я понял. То есть, взять его пока негде. Правильно я понимаю? Нет. Все, ну как бы все доступные индикаторы, они есть вот в платформе. Как бы все, что касается анализа потоков ликвидности, все есть в платформе. Вот. Начиная с простых объемов, заканчивая опционными страйками, опционными сделками, выводить их на графики и так далее. Вот. То есть, ну а как бы личных моих индикаторов… Их нет. Нет. Во всех индикаторах я принимал участие как разработчик. Спасибо. Идем дальше. Следующий вопрос. С какими параметрами риск-менеджера работаете и какая максимальная просадка по его системе? Для меня просадка более 2% от депозита сейчас недопустима. Я, в принципе, склонен вообще к 1%. Почему? Потому что самое важное – это комфортное состояние трейдера. Это не так важно риск-менеджмент вообще, чтобы этот риск-менеджмент не вызывал абсолютно никакого дискомфорта психологического. Потому что это настолько важно, что это, говорят, 80% успеха для трейдера. Потому риск-менеджмент должен быть в соответствии с вашим психологическим состоянием, что он вообще не мог его нарушить. Но он все равно есть и он равняется 1-2%. 2% максимум – это установили уже трейдеры еще 50 лет назад. Поэтому нужно следовать просто. Спасибо. Идем дальше. Следующий вопрос. Работаете ли вы на более крупных таймфреймах? Я всегда анализирую дневной график раз в месяц. Я анализирую месячный график, но решение я принимаю от точки входа, как вы видите, на 15-минутном графике. Супер. Последний вопрос, и мы уходим на рекламу, а потом у нас еще панельная дискуссия, мы ее ждем. Итак, последний вопрос сейчас. Ваша стратегия работает только на фьючерсах или на других инструментах? Акциях, например, тоже работает? У нас есть в платформе акции основные голубые фишки. Мы тоже работали. Я просто лично специализируюсь именно на торговле на товарном, валютном рынке, индексы. То есть анализируем мы как первоисточник для нас – это фьючерсы. Это тот инструмент, который трейдеры торгуют и ожидают цен в будущем. То есть здесь самая жизнь происходит на фьючерсах. Вы можете торговать спот, например, если базовый актив у вас, например, USD-CAD. То есть канадец вы анализируете в покупку, а USD-CAD у вас на споте в продажу. Все двигается плюс-минус одинаково. Там только ставка рефинансирования немного сдвигает. То есть происходит либо в баквардации, либо в контанго торгуются фьючерсы со спот рынком. Но мы берем фьючерсный рынок как первоисточник для анализа потоков. Спасибо огромное, Тарас. Мы скоро с вами встретимся на панельной дискуссии. Я благодарю, опять-таки же, и от лица всех наших участников. И пока Тарас еще онлайн с нами, он скоро вернется. Я хочу напомнить, что если вы хотите обучиться методикам торговли фьючерсами с помощью анализа объемов, тогда переходите на Cartel Market, подписывайтесь, потому что там скидка 20% на курс Тараса Светуна. Продолжение следует... Продолжение следует...